Лидеры «Большой Семёрки» вновь продемонстрировали единство по вопросу о санкциях против России. По единодушному мнению политиков, их необходимо продлить. Более того, главы стран «Большой Семёрки» готовы усилить санкции, если действия России потребуют этого. Позиция Евросоюза также неизменно, заявил на полях саммита G7 председатель Европейского совета Дональд Туск. Я могу заверить вас, когда речь идёт о ЕС, что мы готовы продлить санкции в отношении России. Я абсолютно уверен, что для этого не нужно специального обсуждения среди лидеров и обширных дискуссий. Позиция Германии также осталась неизменной. Хотя накануне министр экономики и энергетики ФРГ Зигмар Габриэль и выступил за поэтапное снятие санкций, канцлер Ангела Меркель, находясь на саммите в Японии, крайне ясно сформулировала позицию Германии по данному вопросу. По её словам, пока не следует ожидать изменения позиции, которой руководствовался Берлин в последние месяцы. Впрочем, тема России на этом саммите вовсе не была центральной. На первое место вышли борьба с терроризмом и кризис с беженцами. Так главы стран Большой Семёрки договорились о выделении трёх миллиардов евро Ираку для стабилизации ситуации в стране и решения проблемы беженцев. Отдельно лидеры обсудили положение в мировой экономике. Все они высказались против Брексита, выхода Великобритании из Евросоюза, поскольку он может повлечь за собой значительные экономические риски. Между тем, параллельно с саммитом в Японии произошло ещё одно значительное событие. Барак Обама стал первым президентом США, который посетил Хиросиму, пострадавший от американской ядерной бомбардировки в 1945 году, почтил память жертв и встретился с выжившими. 71 год назад смерть спустилась с неба, и мир изменился. Вспышка уничтожила город и продемонстрировала, что человечество может уничтожить само себя. На церемонии в Хиросиме Обама выступил за ликвидацию атомного оружия и подчеркнул, что США и Япония извлекли уроки из истории и заключили дружбу. Субтитры создавал DimaTorzok